добрый день на днях ко мне приехала такая коробочка она узнаваемая лифан какой-то общий бренд для всевозможных копий подделок и прочего под какие-то другие головоломки здесь что-то написано но это массовая коробка подав все подряд поэтому изучать смысла нет красивая кошка буковка l любить кубы будьте там счастливы довольны что внутри внутри головоломка которая имеет разные названия ну это подделка ее часто называют орлиный глаз оригинальная головоломка выпускалась компании мою называлась либо майян либо глаз дьявола devil eye и у меня есть версия оригинальной головоломки там более версия 1 и 2 это кажется 2 в чем разница здесь просто ромба додекает раз 12 цветами а здесь есть дополнительный глазик глаз дьявола ну либо орлиный глаз хотя глаза тут нет вот такая вот головоломка и для версии 1 было 2 под версии по мою даже и у мою тоже ну подделок точно такой вот экземпляр форм-фактор тот же самый но расцветка другая здесь его 6 цветов проект орлиный глаз я уже когда-то очень давно рассказывал он выполнен из цветного пластика и значительно проще версии со стикером но 6 цветов 12 цветов на собирается они по-разному хотя механически абсолютно одинаково ну и у версии 2 есть глаза которые сложности тоже добавляют много лет в моей коллекции были вот эти две головоломки это легко собралась а с этой я как-то не справился и надолго отложил подумал что надо бы купить версию без глаз и уже тогда продолжить изучение ну вот это случилось я собрал эту версию ну естественно собрал более сложную версию с глазами взгляд спустя время на ту же головоломку позволяет решить ее проще она мне было немного не до собрана там был войд паритет тогда я почему-то не додумался но сейчас все поддалось хотя собираются они не быстро в этом видео я вкратце расскажу о трех версиях хотя приехала ко мне только одна я также думал сделать общее обучающее видео на все три но я их собираю по-разному поэтому наверное будет три отдельных когда-нибудь со временем ну и начнем самое простое напомню что это вообще такое здесь вращаются вот такие вот уголки чем можно вращать ничего не меняется так как цвета одинаковые все шесть цветов здесь движется и можно вращать как три на три правый свой верхний слой можно вращать отдельно средний слой полностью как трешка по факту это либо crazy 3 на 3 но больше это 5 на 5 у которого чего-то не хватает мы возьмем 5 на 5 от него есть центральные элементы вот примера зеленый квадратик такой и нет вот этих ребер и углов ребер и углов нет но можно вращать вот так то есть пятерка у которой отсутствует ребра и углы полностью есть только центре а значит и собрать это можно как центре от 5 на 5 в чем здесь работает все что есть в 5 на 5 как-нибудь можем вот так вот поменять один элемент это будет тоже самое что здесь нехитрый три цикла сделать мы поменяли два элементика все работает и ровно также чиниться умеете собирать центр от 5 на 5 и это легко соберется даже знание 3 на 3 здесь не нужно если мы возьмем версию со стикерами при том же самом механизме здесь получается что центры от 5 на 5 цветные на имеет четыре цвета а значит их расположение имеет значение и это получается не просто пятерка без углов и реберах а супер пятерка то есть супер куб 5 на 5 у которого также убранные углы и ребра у супер куба каждому элементу назначено свое место то есть их нельзя взаимозаменять поэтому сборка сложнее особенно на двух последних центр который приходит собирать полностью три циклами к примеру мы можем сделать вот ту же самую комбинацию что на предыдущем я выполнял вот так вот поменять в надежде что поменяется что-то одно но на деле вот если вернуть то у нас поменялось не два элемента а 3 как она и на самом деле происходит просто на пятерке на обычной и на вот этой версии орлиного глаза мы этого не замечаем так как эти элементы одинаковые надежи вот местами поменялись три элемента и за этим надо следить ну и также ребра тоже на разноцветные них нужно расставлять по своим местам я собрал вот этот орлиный глаз либо глаз дьявола 12 цветный несколько раз и однажды у меня возникла ситуация что в конце нужно переставить два угла что похоже на паритет то ли ошибся то ли мне показалось но он как-то мне очень быстро решился и больше не появлялся те кто собирали расскажите если у вас такое или мне померещилось я попытался его сам воспроизвести то есть именно перестановка двух углов без третьего угловых центра вот этих я не вижу для этого предпосылок но возможно я еще мало собирал и потому вижу воспроизвести не удалось но и версия с глазами она самая интересная но она во-первых оригинальная от мою даже есть логотип старый древний этой клоунки очень много лет я не знаю их наверно сейчас даже не выпускают потому что ну много подделок от более дешевых производителей но в чем здесь суть вот эти элементы имеет вырез и внутри круглая наклейка которая дает нам глазки можно подумать что это центры а значит собирать будет проще одной из сложностей а вот этой головоломки является то что центров то нет на цветной версии внутри есть вот такой центр того же цвета на белом белый и мы сразу знаем где что собирать здесь все центры черные если видно и нужно собирать очень аккуратно собираем примеру такую белую грань вокруг нее постепенно остальные так чтобы цвета совпадали пример здесь легко можно поменять местами пример вот этот и вот этот элемент если их поставить неправильно остальные грани не соберутся их придется переставлять можно либо запоминать расположение цветов но у меня на всех трех версиях она разная поэтому я не стал и просто внимательно собираю где и что но если конечно собирать на скорость то надо запомнить здесь же эти глаза делают только сложнее ориентироваться не помогают и нужно также начинать с какой-то граней и вокруг нее аккуратно по цветам все собирать вообще собирать то можно по-разному я не видел если подделки именно версии с глазами встречались мне только вот такие вот без глаз но цвета у этой и этой версии не совпадают то есть цветовая схема разная возьмем какой-нибудь желтый есть тут желтый желтого нет давайте белый вот белый и вот белый зеленый розовый черный и голубой ближайшие а здесь зеленый фиолетовый синий и коричневый не совпадает поэтому запоминать было нехорошо я знаю что при сборке некоторые запоминают расположение вот этих глаз собирает их сначала а потом вокруг них уже собирать остальные элементы я же попробовал по-разному и решил что наверное удобно сначала собрать вот эти угловые элементы угловые центры позже узнав правильное расположение собрать все глаза которые на самом деле являются ребрами кубика три на три и посчитать их ровно 12 вот тут 4 на среднем слое 4 и вот так 4 все время хочется считать их центрами ну нет это ребра основы головоломки основа это три на три и после того как собираются все угловые вот эти части можно перемещать эти глаза и вместе с ними перемещаются вот эти центральные ребра расставив углы и глаза потом уже переставляя ребра при расстановке глаз возможно вводит паритет такой же как то кубики войд решается семью пиф-пафами поначалу он меня удивил но центров то нет а значит а по сути войд и головоломка у центра одноцветные значит вводит паритет попробовал решить и все получилось что интересно если здесь делать алгоритмы пилл который переставляет только ребра ну либо любые три циклы нас все углы остаются на месте поэтому я и собираю сначала угловые вот эти центры а потом глаза ну давайте сделаем любимый многими три цикл ромашка р у штрих у штрих у штрих р штрих у штрих и смотрим что получилось все угловые центры на местах переместились вот эти вот полосочки и глаза и ребра ну и собрать ребра можно также опять как 5 на 5 покажу на цветной версии каким-то вот такими вот три циклами это вот так обменивается ну в обмене три штуки задействованы этот этот и этот отсюда сюда отсюда сюда и отсюда сюда ну и ими вполне быстро и легко собирается глаз дьявола до конца ну у меня получилось так по вращению вращается примерно одинаково так себе все три версии вот это вот наверное получше хотя любому вращению препятствует то что вот эти вот части центры они легко сдвигаются своих мест для неаккуратного вращения и потом цепляются и поэтому движение как три на три воспроизводить уже сложнее оригинал от мою страдает всем тем же самым но увидели сейчас по вращению единственное он как-то кажется потяжелее кажется возможно и он такой же и вращение какое-то более благородное но видно на пластик подороже я громко старая может мне так просто кажется это мне в белом пластике это в цветном это цветная версия по сравнению с трешкой они чуть больше вот чуть выше не затеряются как раз высотой вот в пятерку миллиметров наверное 65 это ромба додекаэдер 12 граней каждый из которых ромб вот такие вот головоломки расскажите как собираете их вы носит это все понятно но я специально перед тем как записывать это видео полистал youtube и там собирают как-то по-другому не так как я какие-то сложные алгоритмы я стараюсь все упростить но возможно мой опыт пока недостаточно я чего-то не увидел то что здесь я собираю интуитивно все центры придерживаясь расцветки которые я не запоминаю просто по факту собираю а в конце три циклами переставляю но интуитивно собираю ребра и три циклами той же лурной рыбкой собираю вот эти вот элементы по три штуки в данном случае я бы сделал вот такое вот движение сделал бы эль штрих у р у штрих эль у р штрих больше ничего не потребовалось и вот так я их переставляю в конце так же как на мастербор фиксах 5 на 5 и выше так же как на шипмодах 4 на 4 общий принцип вот такие три очень похожи головоломки но все три собираются по-разному хотите самую простую вот она посложнее здесь но уже придется чуть-чуть повозиться с последними центрами и аккуратно собирать цветовую схему есть вообще можно без подготовки все собрать ну и здесь уже с глазами не знаем можно ли сейчас такое купить не видел в продаже ну вдруг где найдете наверно самая интересная версия оригинал от мою вращается поприятней хотя ненамного а на этом все всем спасибо всем пока